25 октября таможенники страны отпраздновали свой профессиональный праздник. Сотрудники ведомства говорят, в работе с контрабандой им здорово помогают четвероногие питомцы. Овчарки, работающие на Саратовской таможне, могут найти не только наркотики, но и обнаружить валюту. Как отличить по запаху доллар от евро, расскажет наш корреспондент. У этой немецкой овчарки великолепное чутье, говорит о своем четвероногом друге кинолог Дмитрий Иванаев. Разглядеть в собаке ящейки способность находить деньги таможеннику удалось недавно. Четвероногий питомец несколько лет помогал обнаруживать наркотики и должен был отправиться на заслуженный покой по возрасту. Но после несложных тестов Дмитрий понял, что Зара еще послужит не один год. По словам кинолога, обучить собаку находить евро и доллары было несложно. Все происходит в игровой форме, в процессе игры. У собаки есть любимая игрушка – резиновый мячик. Сначала закладывается мячик, она его ищет. Потом в дальнейшем добавляется имитатор либо наркотических средств, либо денежных средств. И уже собака ищет непосредственно денежные средства или наркотические средства. А игрушка уже убирается в этот момент. Будь то доллары или евро, замаскированные в технику или спрятанные в одежде и косметике, или даже помещенные в деревянной ящике купюры, Зара обнаружит без труда. Всего за несколько минут. По словам кинологов, каждая валюта имеет свой химический состав, а соответственно и запах, который зачастую не ощущает человек. Зара, говорят кинологи, собака опытная и титуловная. Пройдя спецобучение, Дмитрий Иванаев и его питомец получили аттестат на работу по нахождению незаконных денег. По словам специалистов, каждому четвероногому питомцу с арабовской таможни отношение как к равному сотруднику службы. У нас каждая собака живет в своем вольере, мы ее каждый день кормим. То есть за каждой собакой закреплен кинолог, и как обычно они все вместе, значит, и убираемся мы, и кормим, покупаем, соответственно, выгуливаем и проводим санитарную обработку собак, когда это необходимо. Получается, это как бы такой же сотрудник, как и все мы. Как и многие другие собаки-ящейки, четвероногие таможенники работают на железнодорожных вокзалах, в аэропорту и в местах проведения массовых мероприятий. Недавно Дмитрий и Зара вернулись из командировки, где помогли нижегородским коллегам выявить незадекларированные доллары.